Поговорим о том, что довольно богатая алмазами Россия использует эту индустрию в своих милитаристских целях. В частности, именно на кровавые деньги, вырученные с продажи алмазов, содержится сегодня российская подводная лодка «Алроса», обстрелявшая, кстати, ракетами Винницу. А я напомню, что тогда погибли десятки человек, и такие преступления необходимо прекратить. Это подводная лодка Черноморского флота России «Алроса». Именно с нее, по приказу вот этого, капитана-негодяя Дениса Сопина, за голову которого уже назначена награда, полетели ракету на Винницу и убили много гражданских людей, включая детей. А это компания «Алроса», международный лидер по добыче алмазов, который контролирует 27% мирового рынка. В прошлом году эта компания получила выручку в 4 миллиарда 169 миллионов долларов. И вот многие годы «Алроса» финансирует терроризм из денег за проданные кровавые алмазы. Это они дают деньги на подводную лодку, шлют служить на нее бурят. Компания «Алроса» давно под санкциями. Но так ли действенны они? Русские кровавые дельцы ищут обходные пути поставки своих алмазов. И лазейки для них пока, к сожалению, есть. Безусловно, мы понимаем, что санкции действуют на более-менее легальных производителей, торговцев. Всегда в мире были, есть и будут контрабандисты. Всегда будут те деятели, бизнесмены, которые работают в черную или в серую. И вот им сейчас, безусловно, в период санкции, это начинается райский период. Но в тех объемах больших, огромных, в которых Россия продавала и золото, и алмазы, уже сейчас продавать не получится. Индия, к большому сожалению, цивилизованных стран, ищет выгоду на крови украинцев. Сейчас проблемой для русских барыг из Алроса является не физическая продажа алмазов на рынок Индии, в частности, в мировой центр огранки алмазов в город Сурат, сколько банковских ограничений. Кремль послал гонцов в Дели для решения оплаты по поставкам алмазов в рублях или рупиях. Но правительство Индии еще не одобрило такие сделки, опасаясь справедливо негативной реакции мировой финансовой системы и прямых санкций за такие действия против своих банков. Так что пока Сурат русские алмазы официально не покупают. А неофициально – да. Постепенно Россия уходит в статус мирового изгоя со всеми вытекающими и торговыми, и инвестиционными, и кредитными последствиями. То есть Россия постепенно уже не захочет работать практически никто из тех, кто называет себя цивилизованными странами и цивилизованными компаниями. Так сможет ли Россия, вопреки санкциям США, Канады и Евросоюза, а также развитых стран, продавать свои алмазы в том же количестве в страны третьего мира, например, в Индию? Пока их по-настоящему не прищучили. Видимо, в полном объеме нет, однако что-то продавать может. Но лазейка для русских алмазных дельцов видна, и ее будут прикрывать. Сейчас в поисках финансов на войну в Украине Кремль шлет своих гонцов во всевозможные страны, предлагая алмазы, золото и платину с дисконтом. По золоту их уже прилично прижали. Пристроить золотишко на 130 миллиардов долларов, а именно столько в российских хранилищах его навалили по указанию диктатора Путина, теперь будет крайне сложно. С алмазами дело еще сложнее. Во-первых, есть алмазы под огранку, те самые, которые покупает Индия и их центр Сурат, и они уже перестали покупать их как минимум официально. Во-вторых, есть промышленные алмазы. Так вот, по данным Минпромторга Индии, крупнейший мировой рынок необработанных алмазов, в марте импорт необработанных и непромышленных алмазов, из которых производят бриллианты, составил 209 тысяч карат. Вдвое меньше, чем в марте 2021 года. С января по март Россия поставила в Индию 718 тысяч карат против 1 миллиона 300 тысяч карат за аналогичный период прошлого года. В то же время стоимость импорта в марте выросла на 27 процентов, до 78 миллионов долларов. Другими словами, экспорт алмаза из России уже упал вдвое. Но из-за высокой цены камней они пока не так много, как хотелось бы, теряют в деньгах. Необходима еще более жесткая санкционная политика в отношении компании «Алроса» с косвенным применением санкций к банкам разных стран, участвующих в сделках по алмазам. Отдельное слово про дочерние предприятия «Алроса», такие как те, что добывают алмазы в Анголе. Эта лазейка и ее надо прикрывать. Каждая страна принимает свои решения, но если есть страны, которые не присоединились к санкциям против России, как правило, это страны, которые сами являются или изгоями, или в похожем статусе для мира, для мировых инвесторов, кредиторов, для торговцев. Поэтому те объемы, с которыми может работать Россия с подобными себе странами-изгоями, это совсем не те объемы, по которым Россия работала раньше. Чего же опасаются в мире? Безусловно, роста цены на неограненные алмазы и вследствие этого на бриллианты для ювелирной промышленности и за уменьшение предложения на рынке. Но, видимо, миру нужно немного пожить без красивых украшений, чтобы чудовищный режим России не уничтожил вообще все, ради чего люди хотят жить на земле.